Очень большой интерес под нашими выпусками вызвала одна тема. И сегодня нам бы хотелось о ней поговорить. Звучит? Это следующим образом, если это трансформировать в один вопрос. Как любить Бога? Поэтому, друзья, если вам интересно узнать ответ на этот вопрос, пожалуйста, смотрим до конца. И в случае, если вам будет что-то непонятно, задавайте свои вопросы. Мы с радостью на них ответим. Да, этот вопрос вызвал прям вообще отдельный интерес. Как любить Бога? Почему именно вот как любить Бога? Ну не возникает же у нас вопрос, как любить вообще? Хотя этот вопрос тоже возникает. Как вообще любить? На мой взгляд, эти вопросы очень связаны между собой. Вот почему-то всё равно люди абсолютно так уверенно утверждают или не сомневаются, когда речь заходит, как любить ребёнка, да? Как любить маму, как любить свою кошечку или собачку. Как любить Родину. Родину, да, конечно. И вообще никаких вопросов не возникает. Все как будто бы знают, да? А вот как любить Бога? Но ведь ключевое — как любить. Правда же? Ну что-то меняется. Вот нелогично предположить, что вот как любить — это основное. Вот с этим нам нужно разбираться. И если у нас… Я, знаешь, даже скажу так, что когда я эти вопросы читала, я понимаю, что на самом деле вопрос по-настоящему звучит «как любить?» «как любить?» Потому что если мы знаем, как любить, мы просто умеем любить. И у нас не возникает, как это делать, да? То есть неважно, кто адресат. Конечно. Если ты понимаешь суть процесса, да, если ты понимаешь, какие действия нужно осуществлять, да, то вот что будет там стоять в конце, да, то есть ребёнок, да, там, партнёр, родители, ну, там, увлечения, ну, и так далее и тому подобное. Да, главное слово в вопросе — любить. Ну, и вопрос «как?» «Как это делать?» То есть на самом деле вопрос «как любить?» И это очень, кстати, важный момент, на мой взгляд. Но, знаешь, если пообщаться с людьми, почему вообще возникает этот вопрос? Что смущает? Вот я когда задавала этот вопрос, вернее, когда мне задавали, я уточняла, что непонятно. И он говорит, не, ну вот, ну, мужа понятно, как любить. Ну, хотя не очень понятно, я на консультацию пришла уточнять. Но всё-таки, ну, вот он, муж, да, или вот он, ребёнок, вот мои родители. Родина — это тоже всё-таки какое-то конкретное понятие, то есть везде есть образ конкретный, да? А как любить того, кто образа не имеет? И всё. Вот ты знаешь, я вот, я добавлю, почему? Потому что это важный момент — наличие вот образа того, кого мы любим, да? То есть я же вижу, да, там, своего любимого человека рядом. Вот я понимаю, что я люблю вот, ну, скажу так проще, набор хромосомы, да, который вот сформировался и имеет вот такую форму, да, я его люблю. Ну, точно так же, там, с родителями, с детьми потом, да. Следующий момент — я понимаю, за что их любить. Да, то есть у нас вот я вот... Да. Потому что, там, он, там, нежен ко мне, да, потому что он, там, честен со мной, потому что он мне помогает, заботится или добр. Но вот кроме наличия вот образа того, кого мы любим, у нас ведь же есть ещё и образ того, как мы любим. Образ того, как мы любим. Ну, и смотри, видишь... То есть, как мы должны проявлять эту любовь. Да, да, вот подожди, но я, прежде чем мы сейчас перейдём, как проявлять, очень хорошее ведь было уточнение. То есть, действительно, не просто образ, а набор характеристик к этому образу. То есть у образа всегда есть набор характеристик. Какой он, да? И что он делает? Что он делает, да? И что я должен делать в ответ? Вот. А хорошо, а что я должна делать в ответ? Как любить? Я когда задаю, хорошо, а как? Как любить? Вот когда, знаешь, это вот вопрос, опять же, взаимоотношений и тех трудностей, которые возникают. У нас же все трудности во взаимоотношениях возникают из-за того, что мы как раз не можем любить друг друга. Не могу я любить вот этот весь набор характеристик и этот образ. Не получается. Хочется, но и не получается. Почему? И вот тут мы подходим к тому вопросу, который ты задал. Потому что чем я руководствуюсь, когда я хочу любить там кого-то? Ну, чем? У меня же в голове есть мысли как? Установкой. Установкой. Мыслями. Вот, понимаешь, я ухожу от этих. Вот я сейчас чётко ухожу. Вот это любить должно происходить. Да, да, да. Но я вот прям ухожу сейчас в общении там, ну, вот с людьми, когда мы разбираем какие-то темы, от таких, знаешь, вот общих. Там, это какая-то установка. Это вот так, как я знаю. Или там ещё что-то конкретно. А когда я говорю, это мысли в моей голове, которые мне говорят. Он сейчас прав или не прав? Он сейчас хороший или плохой? Он мне подходит или не подходит? Он делает то или не то? Вот они, эти установки, да, которые определяют моё отношение к этому человеку. Или я его люблю, потому что это моё солнышко, это моя радость, да. Это действительно очень близкий, родной человек. Или это вот другие характеристики. То есть это мысли. Получается, я руководствуюсь мыслями для того, чтобы любить или не любить другого человека. То есть я умом пытаюсь любить, и у меня не получается. Ну, давайте будем честными, у нас не получается. Но самое интересное, что мы так делаем, но при этом, когда я вот эти вещи проговариваю с людьми, да, то люди говорят, нет-нет, подождите, ну, как-то умом любить. Мы все понимаем, умом любить нельзя. Вроде как должна быть какая-то разумность, но умом любить нельзя. Говорят, нет-нет, я как-то люблю. Нет, ну, это чувство, наверное, какое-то. И дальше появляется полная неопределённость. Что же такое чувство и что значит любить? Более чем интересно. Почему? Потому что, ну, не очень, да, вот приятно услышать о том, что ты любишь умом. Да, ведь я люблю, что мы там, сердцем, да, душой и так далее. Но я вот сейчас, знаешь, ты когда сейчас говорила, да, вот об вот этих сложностях, которые возникают, я начал вот перебирать, да, вот перебирать у себя в памяти. Так, окей, хорошо, а что же значит, да, любить, вот, а как любить? И как вообще, вот, в принципе, мы идентифицируем, любит меня или не любит, да? И мы вот с тобой говорили об этом. То есть это какие-то определённые действия, да, вот, которые человек должен там совершать. И причём последнее время очень популярна фраза, да, что вот, ну, любовь — это не слова, да, это действие. Вот человек, я там люблю тебя, да, я готов ради тебя, ну, и так далее, и тому подобное. И вот возникает вот это пресловутое «докажи», да, и вот во что превращается в нас вот это «докажи»? То есть, как правило, это забота, да, вот, если человек проявляет по отношению ко мне там заботу, значит, можно это идентифицировать как любовь, да, вот. Нынешние популярные современные отношения, да, мы периодически говорим о них. Значит, если я получаю дорогие подарки, то есть что равно знаки внимания, я могу это идентифицировать как любовь, да, если меня там повезли на какой-то отдых, если меня тут развлекают, вот, ну, то, что меня там носят на руках, значит, меня любят. То есть вот эти образы, да, и вот шаблонные установки того, что мы идентифицируем как любовь, они нам, ну, якобы помогают, да, в обществе сориентироваться, то или не то. И тут же я вот, извини, я продолжаю, окей, по отношению к Богу, что я могу его, что я могу ему принести, да, куда я могу с ним съездить, да, на какой отдых я могу Бога повезти, да, или там в какое заведение мы с ним вместе сходим, чтобы я показал, говорю, господи, я же люблю тебя, видишь, ну, я вот, или, потому что, знаешь, вот, ну, мне кажется, наверное, свечки недостаточно, знаешь, вот там прийти, поставить свечку, этого будет мало. Я бы, знаешь, вот мне бы хотелось побольше, да, вот, показать Богу, что я его люблю, но вот, и вот возникают вот эти, знаешь, ограничения, которые действительно идут с мысли образов, которые нам рассказали, что такое любовь. Очень интересный комментарий, Саш, тут сразу несколько моментов, на которых я бы хотела остановиться. Ну, во-первых, да, докажите мне, то есть всегда предполагается какое-то действие, и эти установки, ну, согласитесь, они от ума, потому что, например, когда я задаю вопрос «хорошо», вот люди говорят «нет, ну, любовь, она в сердце, там, ну, кто признает душу, она у меня там из души идёт». Как? Я говорю, каким образом? Вот вы любите сердцем, где она там в сердце-то, любовь? Ну, то есть, знаете, я как бы практичная человек, и я хочу, я тоже хочу любить, понять, как это. Расскажите мне, как. И дальше, ну, не знаю, ну, на сердце. Ну, это орган, ну, я врач. Это просто мышечный орган, работающий, у него есть свой функционал. Всё, как он любит. Душа – это уже интереснее. Ну, там тоже. Ответа чёткого нет. Мечта абстрактная, да? Абстрактная, да, да, да. А вот здесь по поводу действий, ну, то есть, вот мы, когда эти вещи говорим, я просто к чему это проговариваю сейчас? То есть, на самом деле, понимания нет. То есть, мы уходим как бы, да, но умом… Вот мне всё-таки интересен этот момент. Все понимают, умом любить нельзя. Мы это знаем. И тем не менее, любовь мы действительно, ну, как бы для себя пытаемся, ну, понять, да, что ли, осмыслить это явление через набор каких-то действий. А действие, как мы знаем, это всегда следствие мысли. А мысли – это проявление работы интеллекта, то есть ума. То есть, таки мы любим умом. Получается так. И здесь, смотри, мы опять упираемся. Бог, во-первых, образа не имеет, да, нет у него. Что он любит, что ему нравится, да. Мы не знаем, да. Мы даже не знаем, как он выглядит. Как же, как к нему вообще подступиться? И теперь смотри, что нам предложили. Да, ребят, всё хорошо. Вы просто ходите в церковь определённое количество раз времени, да, соблюдайте какие-то ритуалы. То есть, вот эти действия предложили вместо, ну, тех, которые мы проявляем, когда мы знаем конкретный образ. То есть, таким образом, ну, произошла замена. Ходим. Ну, кто ходит, да, ставят эти свечечки, молитвы читают, молятся, в церковь ходят. Но ведь эти люди тоже приходят на консультацию. Они, правда, не спрашивают, как любить Бога. Они не спрашивают, как любить. А если ты знаешь, как любить Бога, тогда вообще нелепо задавать вопрос, как можно любить другого человека. Потому что это вообще основная заповедь. Везде, да. Возлюбить Бога и возлюбить ближнего своего. То есть, любовь — это ключевое. Ну, в любой духовной традиции. Знаешь, я вот сейчас просто вот так вспомнил по поводу тех опций, которые предлагают сегодня религиозные учреждения. И вот, ну, опять же, ребята, это не в упрёк. Это просто наблюдение за тем, что происходит вокруг нас. Я не видел места, где вот даже можно свечку поставить за любовь к Богу. Интересное наблюдение. Ну, как бы. Где? Ну, может, Богу не нужна моя любовь, да, или ваша любовь. Но если, опять же, вспомнить слова Иисуса, если вспомнить слова пророка Мухаммада, они говорили о любви к Богу. И они говорили как раз, что единственное, что может человек дать Богу, это свою любовь. И благодарность, да. Всё. Бог больше ничего не слышит, не понимает и не принимает. Да, я... Вот мы сейчас об этом и говорим не для того, чтобы, ну, знаешь, как бы там отрицать что-то, да, там, на чем-то поиздеваться. Нам действительно очень важно. Нам всем сегодня жизненно важно разобраться, что значит любить. И я ещё, знаешь, вот почему вот эти вещи вот проговариваем сейчас, и я всегда на этом делаю акцент, когда общаюсь с людьми на эту тему, кто действительно пытается разобраться, да, и вот мы вместе разбираемся. Очень важно, чтобы это было чёткое понимание. Действительно. То есть это, ну, ну не то, чтобы... Ну в какой-то степени это даже инструкция, как это делать. Потому что если мы о чём-то абстрактном будем продолжать об этом говорить, да, там, думать или пытаться разобраться, то мы так и будем задаваться этим вопросом, как любить Бога. А ведь пророки объясняли, Иисус давал Иисусова молитву. Кстати, вот Иисусова молитва. Вот когда я понимаю, что людей может возмутить, ну как, это иконы? И мы перед иконами молимся. Но ведь Иисусова молитва — это вообще про другое. Это обращение внутрь себя. Установление связи с Богом внутри себя. Не вовне, внутри. А в исламе их вообще нет. Значит, всё-таки внутри нас что-то происходит. И интересен ещё другой момент, когда люди говорят, «Я чувствую, да, и вот рука тянется сюда, вот где-то приложение, где-то там, внутри я чувствую, оно где-то там, внутри меня». Я говорю, «Девочки, оно где-то там, внутри меня». И всё совершенно преобразуется в понятное действие в том числе, потому что всё равно это действие, это всё равно некое действие, другое, но это всё равно действие. Когда ты понимаешь свою двойственную природу, когда ты понимаешь, кто я, я — Личность, я вообще человек, человек, да, и что вообще является составляющим меня как человеческого существа? Душа — это первое, обязательное. Без чего вообще я не появлюсь как Личность, тот, кто способен любить. Да, когда я понимаю, что у меня есть там сознание, тело, оно свои функции выполняет, но самое главное — есть я, Личность, как отражение Души. И как раз благодаря тому, что я могу направлять внимание, а это самый главный инструмент Личности, направлять его к Душе, а Душа находится в энергетической конструкции на уровне солнечного сплетения, чуть впереди, не в теле, конечно. Всё. И именно направляя внимание вот в эту область, да, скажем, некое пространство, да, очень интересно, мы вдруг начинаем чувствовать, чувствовать что-то. Сначала мы можем просто чувствовать, что нам становится почему-то очень легко, спокойно, такое очень мягкое состояние появляется, да. Но чем больше, чем чаще мы обращаемся вот туда, к Душе, направляем своё внимание именно с любовью и благодарностью. Вот это очень важный момент. Вот когда, знаешь, спрашивают люди, почему для того, чтобы научиться любить друг друга, надо сначала научиться любить Бога? Это очень хороший вопрос. Да потому что к Богу невозможно обращаться с криками, с претензиями, ещё с чем-то. К Нему можно только с любовью и благодарностью. И ты учишься быть в этом состоянии, ты учишься получать огромное удовольствие, как тебе хорошо от этого. Когда ты с любовью и благодарностью вот в этом состоянии обращаешься к кому-то, кто любит тебя больше всех, кто не слышит другого языка, ты, во-первых, начинаешь понимать, как тебе от этого комфортно. Это становится тем состоянием, которое ты выбираешь. Из этого состояния ты потом начинаешь общаться с другими людьми. И ведь людям тоже очень нравится, когда с ними общаются из состояния любви и благодарности, когда к ним относятся с уважением, как минимум. Но никому не нравится, когда с претензиями, со злостью, ещё с чем-то. Вот почему. Потому что, видишь, мы друг с другом общаемся как? Вот как нам мысли подсказывают. Это сплошной поток негатива. И поэтому у нас не получается любить. А если мы постоянно общаемся с Богом, мы постоянно учимся быть в любви и благодарности. Это становится нашим естественным состоянием. А из него мы уже так начинаем общаться друг с другом. Вот почему сначала к Богу. Вот почему Он учит. Почему Он лучший учитель. Единственный, собственно, учитель, который способен научить нас любить. как-то, знаешь, в своё время искал для себя аналогии. То есть как объяснить, как нащупать вот эту любовь. Понятно, что чем ты стараешься нащупать? Сознанием, умом ты стараешься нащупать. И какие-то аналогии, какие-то привязки. Но вот опыт, первый чувственный опыт, последующий чувственный опыт, он даёт тебе понять, что, во-первых, это что-то родное. И это действительно то, что тебе, то, что естественно для тебя. Но всё равно, да, вот сознание, как вот этот вот, знаешь, интерпретатор, она ищет, ищет, где, где, что, что было похоже. Я помню, как-то вот общался, общался с друзьями и тоже возникло. Ну как это? Ну как? Ну я не понимаю. Ну как? Я вот там, я пробую, я то, я сё. Ну хорошо. Ты знаешь, ты вообще в своей жизни кого-нибудь любил когда-то? Да, конечно. Ты помнишь, как вот это чувство, оно горело в тебе, независимо от того. Школьные это годы были, студенческие годы. И вот ты идёшь с утра в школу, да, ты, ну, я не знаю, я не любил в школу ходить, да, но вот это чувство внутри тебя, да, что ты можешь случайно встретиться там вот с человеком, ну, которого тебе казалось, да, на тот момент, что ты любишь, да, вот. Или же после школы ты с ним встретишься. И вот это тёплое чувство, оно было с тобой всегда. То есть оно было с тобой постоянно. И обращаясь к этим воспоминаниям, да, понятно, что сознание тебе опишет там какие-то внешние обстоятельства, скажет, ну, ты был наивен, там, молод, не понимал что-то, тебе казалось, это на самом деле всё были гормоны, но имея уже вот первый опыт общения с Богом, первый опыт обращения к Богу, да, действительно, как ты сказал, не с претензией, не с криками, дай мне что-то, реши, помоги, а искренне, Господи, спасибо тебе, спасибо, что ты есть, спасибо, что ты со мной, спасибо, что у меня есть возможность быть живым, познавать тебя, познавать мудрость твою, познавать твою любовь, соприкасаться с этим, и ты понимаешь, что вот, хорошо, я сегодня могу обратиться к этой аналогии, и могу понять, что для меня это доступно, ведь если я мог любить в детстве, если я в детстве был уверен, что я люблю, я люблю своих родителей, да, я, мы все любили там свой двор, свою улицу, у меня есть этот опыт, но и вспомни точно так же, как ты носился с этим чувством, вот ты действительно, ты его проносил, через дни, через недели, тебе казалось, вот оно, вот, вот, не знаю, тот человек, с которым я хочу быть, да, тот человек, с которым я хочу быть, но это же действительно, реально это все и шло из источника, это все шло к тебе из души, и Господь показывал тебе, что он рядом с тобой. Ты просто не понимал, что это, откуда отклик настоящий шел, где источник этого настоящего чувства, да, оно же все время сознание пытается привязать, привязать к какому-то человеку, к какому-то событию, к чему-то там особенному, а на самом деле, знаешь, Саша, мне очень понятно и близка эта аналогия, потому что, когда ты это, ну вот, как бы целенаправленно начинаешь, да, к этому чувству обращаться, искать его в себе, да, все время к нему снова и снова обращаться, то у тебя как бы подтягивается, вот оно, вот как мне было хорошо, так вот же оно, так оказывается, это мне хорошо, когда я вот направляю свое внимание, да, вот с любовью и благодарностью, вот к настоящему источнику этого чувства. И мы как бы, знаешь, как узнаем его, а, так вот, оказывается, знаешь, удивление, вот у меня еще что, ну вот такая вот подтягивается, вот удивление, что как это, вот просто сесть, да, перестать убрать внимание от мыслей, вот не отвлекаться ни на что, искать в себе эту тишину и действительно направить свое внимание с любовью и благодарностью. То есть ты как бы, ну, все самое лучшее в себе, вот всю нежность, ты реально представляешь, что перед тобой самое-самое дорогое для тебя существо, которое тебя любит больше всего, и ты как бы начинаешь безмолвно с ним общаться. И вот такое удивление, как, вот всего лишь такое действие, но это абсолютно реальное ощущение, тебе становится так хорошо, вот, знаешь, первое, наверное, тебе просто так хорошо, что… Ты не веришь в это. Да, да, невозможно в это поверить. Как? Вот я ничего не делаю, я просто сижу, я просто направила куда-то внимание, но действительно, как бы из себя, ну, все лучшее действительно, ну, выбирая из себя все самое лучшее, вот все, на что ты способен, и все, и мне вот оно, вот оно, и знаешь, еще вот и удивление, и вот оно, что я искала, вот, вот так я хочу, чтобы мне было, вот так я хочу чувствовать. И оказывается, это и есть умение чувствовать, умение чувствовать любовь. Оказывается, это и есть общение с Богом. Вот так просто. И почему вот, да, я вот тоже когда проговаривала, делилась когда-то своим опытом, мы сейчас же ведь не рассказываем что-то такое вдруг, что мы изобрели, ничего не знаю, да, это и есть суть Иисусовой молитвы, да, это и есть там практика лотоса, вот, то есть в разных духовных традициях эту практику описывали по-разному, но она есть. Вот это и есть внутренний диалог настоящий, к которому приходит человек, как любящее существо, к Богу, вот к такому общению. И вот самое сложное, это как раз вот этот поток мыслей, это непонимание нашего сознания, как вот так просто и все, и все. Поразительный тот факт, что, знаешь, в этот момент ты действительно полностью отдаешься другому. Да. Но полностью отдаваясь другому, посвящая себя, не говоря о том, что ты отдаешь самое ценное, что у тебя может быть, ты на самом деле совершаешь самое полезное действие для себя. Да. Для сознания это парадокс. Да. Это невозможно понять, как в момент, делая что-то для другого, искренне делая, не ожидая ничего взамен, ты приносишь себе наибольшую, ну, несоизмеримую выгоду и пользу. Лучшее. Ты даришь, ну, самому себе ты делая, ну, даришь лучшее, что может быть, но это тоже так не совсем, да, потому что невозможно, этот дар без, этот дар дан тебе. Ты просто, наконец-то его реализуешь. Это просто, ну, как бы, вот оно сразу, граница. Вот это то, что нужно понять, то, о чём мы вот много раз говорили. Мысли — это не мы, сознание — это не мы. Вот я настоящий, вот мой настоящий диалог, вот где Любовь для на самом деле, которую мы все ищем. и это разное. И здесь должна быть чёткая граница. Невозможно быть в мыслях и в этой Любви. Невозможно. Вот это то, что нельзя пускать. И, собственно, это чувство, ну, просто оно же ведь всегда есть на самом деле. Вот ещё такой очень важный момент. Оно-то всегда есть, этот диалог, он всегда есть. Но, скажем, чувствовать его начать возможно только когда ты отключаешься от этого назойливого потока мыслей, который забивает вот этот тихий, но очень сильный поток внутри тебя. Вот, говорят, Бог проявляется в тишине, в тишине от этого потока мыслей, когда ты отказываешься от Него, отворачиваешься, убираешь внимание. Вот что значит отвернуться от Дьявого и повернуться к Богу. Убрать внимание от мыслей и направить их в Душу. И всё. Да, и пусть даже на первых шагах это будет на уровне понимания, да? Да. На уровне той же молитвы, на уровне просто понимания того, что я сейчас могу любить Бога, я сейчас могу благодарить Бога. Даже просто проговаривая, за что ты благодарен Богу. Пусть так. Так а сами слова благодарности, они же совершенно меняют. Даже не случайно даже эти опыты, которые проводили. Кристаллы воды меняются, меняют свою структуру просто от того, что слово — это не просто слово. Слово — это воздействие. И это прежде всего воздействие на самого себя. Ты меняешь себя, ты меняешь своё отношение, ты как бы заявляешь, я есть любовь и благодарность, я к ней стремлюсь. Это самое главное. Всё. Ты для себя уже меняешь понимание, кто ты есть и к чему ты стремишься. Это как цель, самое главное, которая у тебя появляется. Я стремлюсь к раздору, к ненависти, к чему-то, или я стремлюсь к любви и благодарности. Ты даже вот… Я не знаю, вот когда ты даже произносишь любовь и благодарность, то ты по неволе начинаешь улыбаться, у тебя просто внутри тепло разливается от этого самого чувства, потому что это чувство и есть тепло для каждого из нас. Это то, что согревает человека и дарит жизнь. Вот почему это самое лучшее, самый больший подарок для самого себя, который может сделать человек. Принять дар, самый большой дар от Бога. Принять, собственно, подарок, не отказываться от него. Как каждая… Знаешь, капелька стремится к ручейку, ручеёк к речке, речка к морю, море к океану. Так и каждая душа стремится к Богу. И также, знаешь, как и отражение этой души, каждая личность, она действительно стремится к своей душе, если можно так сказать. Да. Она стремится к душе, она понимает, что там ответы на все вопросы, там жизнь и там вечность. И это действительно… Друзья, доступно каждому, без исключения. Где бы вы ни жили, в какой системе верования и в какой культурной среде вы бы не росли, это то, что доступно каждому человеку. И начиная изучать себя, начиная познавать Бога, выражая Ему свою Любовь и благодарность, каждый, кто как умеет, как у вас, вот знаете, сегодня прошито в голове, делая вот эти первые шажочки, вы придёте к удивительному состоянию и придёте в удивительный мир, в родной мир, в котором кроме жизни и Любви нет ничего. Вы знаете, можно, конечно, говорить об этом, может быть, даже много можно говорить об этом, потому что о Любви к Богу можно говорить бесконечно, как сама Любовь. Но лучше всего просто самому узнать, что значит любить Бога. Как ты сказал, Саша, доступно абсолютно каждому человеку. И вот этот опыт получить, он самый ценный. поэтому лучше не говорить о Любви к Богу, лучше учиться любить. И это очень быстро приходит, вот это понимание невероятное, что ты меняешься, мир вокруг тебя меняется, ты находишь себя. Вот с чем бы я ещё сравнила. Когда ты учишься любить, ты находишь себя настоящего. И очень важно этот опыт получить. для того, чтобы не упустить самый главный шанс. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok